Ну что, здарова всем выжившим! Последнее время я играл в Days на PvE проектах, и вот сегодня я чё-то решил разбавить условия пребывания в игре. В настоящий момент я поиграю на PvP сервере, и параллельно о нём тебе расскажу. Если ты тоже искал хороший PvP сервер, то глянь обзорчик, и если зайдёт, IP сервера будет в описании. Приятного тебе просмотра! Давай начнём с самых главных вещей, что стоит рассказать о сервере. Сервер абсолютно новый, за что новички скажут спасибо, это то, что здесь есть карта. Играем на карте Чернорусь+, она видоизменена, и есть трейдеры и безопасные зоны. Вид от первого, так и от третьего лица, и бесконечная стамина. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, ну, как есть. Сервер для меня оказался недушный, мне здесь комфортно играть. Расскажу почему. Максимально сбалансированная экономика, множество возможностей заработка денежных средств. Продавать можно вообще всё. Всё, что ты подбираешь, это деньги. Есть разные трейдеры со своей уникальной фишкой. Ну вот, например, Леший. Он классифицируется как торговец для PvP игроков. При убийстве игрока, вы помимо того, что забираете весь его лут, можете его ещё разделать и взять череп, который Леший, в свою очередь, может купить за неплохую сумму. Тогда как Петрович, рыбак, является скорее трейдером для отдыха от PvP баталии и у которого можно не переживать за свою шкуру, находясь в безопасной зоне, отвлечься от перестрелок, взрывов и свистящих над головою пули. Тем самым порыбачить и весьма неплохо подзаработать на улове. Безопасные зоны большие, в них стрелять нельзя, поэтому вы спокойно чилите, костерочек, рыбалочка. Ну, всё по кайфу. Выловил рыбу и прямо на месте сразу же её продал. И купил, например, аптечку. Кстати, когда рыбачишь, можешь вылавливать не только рыбу, но и разные вещи. Вот, например, я сапоги выловил и сразу их за полторы тысячи продал. В безопасной зоне есть банкомат, где хранятся ваши бабки. Даже если вас где-то убили, у вас всегда есть на счёту бабло, и вы можете купить себе экипировку. К слову, ещё о духоте. На этом сервере тачки спавнятся сразу целыми. Не нужно тратить кучу времени, чтобы их собирать, какие-то детальки, свечки и так далее. Просто достаточно залить воды, и можно ехать. Самое важное, что я очень люблю, и я к этому прям придирчиво отношусь, на сервере отсутствует всякое аниме, скины, блядь, вот это ЛГБТС, вот это пидоростея, блядь, лазерные пушки и другая футуристическая чушь, которая не вписывается в концепцию самой игры. Нормальные мужские тачки, автобусы, троллейбусы, блядь, всё есть. Танки даже есть. Всё можно найти в собранном состоянии и покататься. Но всё равно помните, если вы залучите тачку, там в безопасной зоне, понятно, никто у вас её не угонит, но будете ехать, пиздюлята расловите, всё, тачку угонят и до свидания, блядь, и продадут. Так что если найдёшь танк, то это не значит, что ты тот самый крутой дядя. Показал я здесь меньшую часть авто, что предоставлено на этом сервере. Кстати, тачки все адекватные, как я скажу, опять без этих вот пидорских вот этих замашек. Этот мод Русформа, если кто-то там серваками занимается, интересуется, я ссылку в описании на этого чувака оставлю. Респект ему за машины. Ещё на разных серваках любят душить стройкой, делают очень редким, либо вообще убирают из спавна гвозди. Здесь они есть в спавне в достаточном количестве. Игрок может их найти и построить себе базу, не вкладывая реальную денюжку, из-за того, что на сервере банально нет гвоздей. Донаты, шекели здесь никто из вас высасывать не собирается. Просто заходите, играйте себе в кайф. Душный тут, не душный донат? Давай я сейчас всё это покажу. Самое дорогое, это здесь клановая база и база мини. Это меня вообще не интересует, мне оно нахуй не надо. Я играю соло, меня вон колесо удачи интересует, халявные шмотки какие-нибудь получить. Вот даже вон тачку можно выкрутить. Ну, вот, к примеру, кодовый замок. Чтобы получить лут, заходите в игру, нажимаете кнопку B, и там ваша корзина. В личном кабинете есть вкладка промокод, можете ввести мой никнейм в Essex на английском. Получите на баланс денежки, и можете прикупить тебе тачку. То есть ты сразу, лысая голова зашла, и сразу можешь на машине кататься, ездить, разъезжать. Так что, кому нужно, пользуйтесь. А заставлять вас что-то тут покупать, или байтить, я не собираюсь. Всё, можете сразу потом выходить, и больше сюда никогда не заходить. Поехали теперь дальше в игру. На серваке есть ещё система спальников. Один спальник работает на 5 возрождений. Кстати, вместо тачки можете купить его в донат-магазине за мой промокод. Тоже бесплатно. Спальник можете разместить у себя на базе, и в случае смерти появитесь у себя дома. Либо где-то идёте на вылазку, и знаете, что там опасно, разместил где-нибудь в кустах возле города спальник, и пошёл лутаться. Например, можно пойти полутать химзону. Кстати, там есть аномальные тайники. В таких тайниках вы можете найти весьма ценный лут и топовое оружие. Плюсом ко всему, не прям чтобы уникальная, но довольно редко используемая система бункеров, где есть уникальные стражи бункера, которые гораздо сильнее обычных зомбей. Но и цена за их голову весьма высока, что является неплохим подспорьем в плане дополнительного заработка на сервере. Но идя на такие вылазки, не стоит забывать, что сервер-то пвп, и вполне возможно, что вам уже дышит в спину какой-нибудь человечек, и ждёт, пока вы тут всех раскидаете, чтобы потом поживиться всем готовеньким. Так что не забывайте ставить спальники, господа. Пизда. Патимот на сервере также присутствует, поэтому можете спокойно играть с друзьями. При старте на сервере вам дают выбор точки спавна. Стартуем не совсем бомжами, есть кольт, пару магазинов, еда-вода, нож, бинты и патроны. Советую стартовать с Черногорска и рядом лутать военку болота. Лута дохрена, хорошо спавнится оружие, в хорошем состоянии, даже бывает полностью в обвесах. В безопасной зоне у новичков на балансе в банкомате есть 200 тысяч, так что можете просто добежать до безопаски и неплохо так закупиться амуницией. К слову, самая дешёвая тачка, ванильная, стоит 80 тысяч. У вас со старта на балансе 200. Так что админы вроде как здесь не жадные. Администрация на сервере адекватная, не школьники, всегда рады выслушать максимально объективную критику и годные предложения по улучшению своего проекта. Этот сервер основывается на мнении каждого игрока, внесения изменений на сервере будут проводиться путём голосования и принятие окончательного решения будет за большинством. Таким образом, вы, игроки, можете влиять на тот или иной аспект игры на данном сервере. Сервер, как я уже говорил, абсолютно новый, онлайн здесь небольшой, Так что, если что-то вас зацепило, что-то понравилось, все ссылки в описании, дискорд, айпишник, ну и промокод на халявные шмотки тоже уводите. А я вам скажу, спасибо за просмотр, если вам нравятся такого рода видео обзоры на сервера Days, то ставьте лайк, если нравится подача, можете и на канал подписаться, мы тут в выживалочке разные играем, ну, буду рад любой поддержке. Всем мира, не болейте, ну и добро пожаловать на сервер Амнезия, кто захотел поиграть. Может быть, там увидимся. Пиздюлину славлю с радостью. Всем пока.